Баги, лаги, дропы, краш серверов. Всё это привело к The Nemestis Collector's Cache. Если вдруг вы проспали, то докладываю, минувшей ночью на нас свалился, ну назовём ежеквартальный сундук со шмотками. Наверное, игроки ожидали совсем другого, а именно бандлов, но не в этот раз, по крайней мере не в этом обновлении. Как мы и говорили, шансы на появление скидочного набора есть, но громко сказать, что они стопроцентные, и поэтому лишний раз себя накручивать не будем. Надеюсь, Вентиль ещё подарит такую возможность, а сейчас поговорим о шансах на вторую коллекторку и какие сливы появились на просторах игрового клиента. Ну и конечно, дайте свой фидбэк касаемо Сокровищницы. У каждого своё мнение, на вкус и цвет товарищей нет, так что здравая дискуссия нам точно не помешает. Пройдёмся по интересным моментам. Как вы прекрасно знаете, Collector's Cache – это всецело творение работяг и обычных игроков. Они выставляют свои работы в воркшоп, проходят этап голосования, и если фанаты одобряют, то сеты появляются в игре, и воркшоперы получают проценты от их продажи. Ну например, один такой создатель вдохновился Гатсом, и наш Свен примерил на себя образ Берсерка. Гатс – это главный герой одноимённой манги под названием Берсерк, и наверняка пару сотен зрителей знакомы с её аниме-адаптацией, которая довольно-таки популярная. Самая редкая шмотка на Марфа. Из-за водяного элементаля можно только порадоваться за все его внешние страдания. И тут другой интересный момент. Сет сразу отправился на торговую площадку, и сейчас имеет ценник 2500 рублей. Это вовсе не баг, и так должно быть. Это совсем не та ситуация, которая произошла с кристальными крипами. Если вы помните, открылось небольшое окно, и по вине разрабов крипы разблокировались и попали на продажу. Через какое-то время они очухались и залочили остальные, а те бдительные ребята, которые успели этим воспользоваться, вовсю торгуют на просторах маркета. Как вы поняли, там остатки, и остальные уже не смогут такое провернуть. А что касается Марфа, то как раз с этим всё легально. На самом деле, мы очень редко говорим про этого героя, и как же не воспользоваться обновлением, дабы вести вас в курс дела. Недавно, упавшая с небес Валора, она же Даунбрейкер, рассказала интересную историю о Морфлинге, а конкретно про его бегство. Хозяин Марфа был в ярости из-за его исчезновения, и, конечно, предпринял кое-какие меры. Золотые отправили Валору на поиски элементаля. Когда мускулистая мадама была готова к отправке, всё отменялось, и появились куда более важные дела. Связана ли сегодняшняя новоиспечённая шмотка с этими событиями? Конечно, нет. Как мы и говорили, сет был сделан варкшопером, и за предметом нет никакой закулисной истории. Едем далее. Один сет всё-таки потерялся при релизе, и это шмотка на алхимика. И вот как он выглядит в мастерской. Ну а его название просто валяется на просторах игрового клиента. И на самом деле их уже немало. Когда выходил тематический сундук, то потерялся сет на Тайтхантера. Там же была прописана отдельная строчка для пака, но какой именно сет хотели вести, до сих пор загадка. А немного ранее приукрасили Марса, ему добавили текстуры и увеличили полигоны. Суетологи сразу присудили Аркану Бога Войны, и это отобразилось на пару страниц в англоязычном реддите. Но это такое. Возникает закономерный вопрос. Если валяется столько шмоток, то куда их девать? Неужели во вторую коллекторку? Ответим на этот вопрос сразу после небольшого отступления. Баттл пасс и новый ивент уже в игре, и настало время выкачивания денег. А как насчет бесплатных подарков? И этим займутся наши друзья из ВП Дропа. И всего лишь нужно залететь в потайную лавку. Со всеми почестями забираем свои дары, и сразу запускаем халявный барабан со специальным промокодом, который появился на вашем экране. Оттуда мы хватаем свое добро, дабы повеселиться на совсем свежих ивентах. ВП Дроп славится обилием скинов и кейсов, поэтому дропа хватит абсолютно всем, даже не сомневайтесь. А дабы стало еще приятнее, забирайте секретный промо при пополнении баланса, и вы получите плюс 40 бонусных процентов. Ну и останется только наслаждаться новыми предметами и скинами. Все ссылки ниже под роликом. И не забывайте, что на сайте есть контракты. Это отдельный подарок от ВП Дроп. На самом деле все банально и просто. Если обратить внимание на пару моментов. Коллектор с Кэшу отвели ровно 25 дней. Вполне обычные расклады, если бы не одно но. Баттл пасс заканчивается 17 августа. Нам всего лишь нужно отнять окончание ВП и срок действия коллектор сундука. 17 августа минус 25 дней. Получается 23 июля. То есть тот день, когда и выходит это видео. Иными словами, первый и последний занеместец коллектор с Кэш завершится, взявшись за руки с вражесостоянием. На вторую сокровищницу банально не хватит времени. Оно и понятно. Учитывая, что осенний пропуск уже близко. Я не буду снова проговаривать эти не самые хитрые махинации. И просто скажу дату в 27 августа. Опять-таки с особой, подчеркиваю особой осторожностью. Потому что никто не знает наверняка. Пока что я надеюсь на конец августа. Посмотрим, что они наболтают в следующем официальном заявлении. Потому что в сегодняшнем никакой дополнительной инфы нет. И всё крутится вокруг сокровищницы. Ну и теперь плюс-минус понятно, куда денутся нетронутые сеты. Либо в осеннюю коллекторку, либо в тематический сезонный сундучок. Хоть все работы и прописаны как Treasure Summer, я не думаю, что это станет большой проблемой. Лёгкой рукой их перенесут на осень. А самоделам важно, чтобы они в принципе появились. И за это капали деньги. Конечно, чем скорее, тем лучше. Но не всё зависит от них. Пару важных моментов. Раз мы уже заговорили про осенний батл пасс. Когда мы разбирали сливы фрагментов, то в одном моменте я неплохо так ошибся. А во втором не сразу догадался. И вот о чём идёт речь. Дружно открываем первую страницу. И попадаем на левел прогресс. Видимо, в тот день меня шарахнул солнечный удар. И я неправильно понял. Тут речь не идёт про тысячный левел. Так что возвращаем всё вспять. И потолок уровней нам до сих пор неизвестен. Это всего лишь левел прогресс. Где минималка 0. А макс это 1000. То есть это обычная полоска за каждый уровень. А не общее количество, которое можно насобирать. Майбет, ребятки. И отдельная благодарность внимательным зрителям. Которые отписали о моём промахе в комментах. Второй момент не такой серьёзный. Но тоже может кого-то запутать. Спускаемся на вторую страницу. Там прямо прописано про эмблему. Изначально я подумал о тех эмблемах, которые выдавались в Dire Tidy. Но, видимо, всё гораздо проще. Обычные трофеи за Battle Pass могли с лёгкостью прописать как эмблема. Это та хреновина, которая красуется в вашем профиле. И которая апается от вашего уровня. Такое нужно проговаривать. А всё остальное верно. Так что, если вас интересует, как мы вывели дату выхода и разбирали другие страницы. То залетайте по подсказке. После этого видео. Ну и, конечно, новая личность боевой готовности. Которая не так давно засветилась в игровом клиенте. Слотов просто немерено. То ли они делают про запас, то ли под конкретного героя. Или даже героиню. Наверное, нет никакого секрета в том, что обязана появиться хоть одна Аркана. И главный претендент на это – Faceless Void. Парень уже два раза уступал в финале. И уходил с пьедестала ни с чем. Помимо этого, если вдруг вы не знаете, именно Безлики занялся добавлением Девиона. И сценаристы попытались это объяснить. Драконий рыцарь не сразу понял, что происходит и как он тут оказался. А вот когда до него дошло, то он начал торговаться с хозяином времени. Судя по репликам, Девион пытается что-то выпросить у Войда. А если не удастся договориться, то шантаж никто не отменял. Что же такое пытается выпросить ДК? Или правильнее будет сказать, кого он пытается выпросить? Ну конечно же Мирану. Без своей спутницы и такой мир-то не нужен. Ну а строки новой персоны кричат о принцессе. Начиная со слота шеи и заканчивая перчатками. Пока что пазл собирается. И давайте ждать осенний пропуск. Потому что текущий уже на своем закате. Еще один интересный момент из Коллекторс Кэша это образ Скаймага. Который прямиком отправляет к Винге. Шендельзара и Драгонус еще одна влюбленная парочка. И эту несправедливую и кровавую историю вы прекрасно знаете. Империя. Родная сестра Винги узурпировала трон. А богиня Скрёк превратила законную княжну в мстящую душу. Такой образ Скайя вполне тянет на персону. Но видимо таких планов нет. И они выкатили облик как самую дефолтную шмотку. До конца года Румыния всецело признает киберспорт. И конечно свою роль сыграл Инд. Киберспортсмены будут официально признаны атлетами согласно законодательству. Команды и организации смогут официально зарегистрироваться как спортивные клубы. Семимильное развитие нашей индустрии не может не радовать. Так что еще одна страна пала перед натиском. Ну и последнее что я вытащу из сливов. Вот такой спрей. Скорее всего его просто побоялись добавлять. И мне кажется очень и очень зря. Надеюсь вы со мной согласны. А на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, на телегу, на группу ВК. И самое важное колокольчик. Дабы смотреть видео первыми. Есть мысли касаемо услышанного? С радостью пообщаюсь в комментах. И отвечу на все ваши вопросы. Всем спасибо за внимание и всем пока.